Самопровозглашенная курдская администрация на северо-востоке Сирии продолжает активно использовать объекты нефтегазового комплекса на подконтрольных территориях. Помимо США, которые покровительствуют кражу нефтяных ресурсов Сирии ради финансового обеспечения своей деятельности, курдские боевики в буквальном смысле продали душу дьяволу и заключили сделку со своим самым главным врагом – Турцией. Об этом говорят сообщения о транзите горючего с курдских территорий в зону операции «Щит Ефрата», которые на протяжении двух лет появлялись в прессе. О том, как курдские группировки, признанные в Турции террористическими, продают краденую сирийскую нефть для Анкары и Сирийской национальной армии, и как работает нелегальный бизнес боевиков на неподконтрольных сирийскому правительству территориях, рассуждает руководитель военно-политического телеграм-канала «Астромилитарам» Комиссар Ярик. Вывоз нефти с Алямара. Первые сообщения о том, что курдские боевики продают протурецким боевикам нефть, незаконно добытую на захваченных месторождениях в провинции Дейер-Эс-Зор, появились еще в феврале 2019 года в рабоязычном издании «Араби Тудей». Агентство опубликовало видеозапись беспилотника, который предположительно осуществлял контроль за передвижением колонны нефтевозов с воздуха. Неназванный источник из группировки «Сирийские демократические силы», рассказал изданию, что беспилотник снял только 30 машин из всей колонны. В общей же сложности в том рейсе участвовали до 300 нефтевозов. Сырая нефть перевозится на автомобилях села территории крупнейшего сирийского нефтяного месторождения «Аль-Амар» в провинции Дейер-Эс-Зор, на север провинции Алепа, который контролирует протурецкие боевики, впоследствии вошедшие в состав сирийской национальной армии. По их данным, транзит идет непосредственно в зону турецкой операции «Щит Ефрата». Основными поставщиками природных ресурсов являются частные лица и организации, аффилированные с сирийскими демократическими силами. Точки транзита. Как удалось определить Федеральному агентству новостей, на видео «Араби Тудэй» показан проезд колонны по трассе между нефтяным полем «Аль-Амар» и населенным пунктом Эль-Бусейра. Далее они проходят по территории провинции Дейер-Эс-Зор, Ирака и входят в провинцию Алепа. Там нефтевозы пересекают Ефрат по мосту в районе населенного пункта Караказак и продолжают движение в подконтрольной СДС Манбидж. Основной точкой транзита краденой нефти является линия соприкосновения между протурецкими боевиками и курдскими группировками в районе населенных пунктов Ум-Адасет-Фарад и Ум-Эль-Джлуд. В этом районе происходит передача автоцистерн водителям-посредникам из группировок, которые в дальнейшем транспортировали их на границу с Турцией в Джараблус. Факты перевозки нефти были замечены российской военной разведкой, которая в октябре 2018 года фиксировала крупную колонну нефтевозов около Ум-Адасет-Фарада. Нет дыма без огня и горючего. За последние полтора года, судя по поступающей информации с мест, Турция смогла наладить переработку краденого сырья, выкупленного у курдских боевиков, прямо там же, в оккупированных районах на севере провинции Алепа. Прямые и косвенные свидетельства подтверждают, что протурецкие боевики, вошедшие в состав Сирийской национальной армии, курируют работу нескольких нефтеперерабатывающих заводов в районе города Эль-Баб, тем самым избавившись от необходимости ввозить сырую нефть в Турцию. По данным издания «Русская весна», ключевые центры переработки горючего под контролем боевиков стал район города Кабасин в 7 километрах от Эль-Баба. В нем, а также в расположенном неподалеку населенном пункте Тархин, боевиками была создана инфраструктура для хранения сырой нефти и осуществляется кустарное производство дизельного топлива. В дальнейшем тонны горючего отправляются в Турцию, а также в Эдлибскую зону деэскалации, что позволяет протурецким боевикам обогащаться на его перепродаже. Издание также опубликовало видео от военного источника из сирийской контрразведки, на котором зафиксированы факты продажи курдами сирийской нефти протурецким боевикам. Объем таких поставок нефти на контролируемую вооруженными силами Турции территорию составляет от 10 до 30 и автоцистерн в сутки. О том, что в населенном пункте Тархин находится некий нефтеперерабатывающий завод, общественности было известно уже давно. На территории комплекса вспыхивало два мощных пожара в марте и июня 2019 года. Символично, что в тушении пожаров в Тархине принимали участие активисты из печально известной организации «Белые каски». Не исключено, что их задействовали специально, чтобы легализовать работу завода по переработке контрабандной нефти. Кроме того, Тархин становился ареной других необычных инцидентов. В ноябре 2019 года неопознанные самолеты, принадлежавшие, по всей видимости, международной коалиции во главе с США, нанесли несколько авиаударов по пунктам хранения топлива протурецких боевиков в районе Аль-Баба. В том числе несколько ракет пришлись и на завод. В результате по меньшей мере семь ударов кустарное производство в Тархине было частично выведено из строя. По данным очевидцев и источников, в районе Тархина находится большой кустарный нефтяной кластер из более чем 200 мелких нефтеперерабатывающих заводиков, производящих дешевое и некачественное топливо варварскими и неэкологичными методами. В 2018 году местные жители и лица, находившиеся в лагерях для временно перемещенных лиц, жаловались на то, что их дети страдают от едкого и ядовитого дыма, вызванного процессом переработки нефти. Ничего личного, просто бизнес. На фоне беспрецедентной кражи нефти Сирии, которую инициировали Соединенные Штаты, проамериканские группировки в Восточной Сирии тоже хотят поживиться на черном золоте. Для этого курдские боевики и заключили договоренности о продаже краденого сырья с протурецкими боевиками. Несмотря на продолжающиеся боевые действия и антитурецкие лозунги, курдские элита не забывают о своей прибыли и придерживаются принципа ничего личного, просто бизнес. Любопытно, что президент Дональд Трамп не задумывался о курдских аппетитах в плане наживы. Его главной задачей было оставить себе нефть, о чем он открыто в конце 2019 года. «Мы оставляем себе нефть», — повторял президент США. «Я всегда это говорил, удержим нефть. Мы хотим сохранить нефть, это 45 миллионов долларов в месяц». Результат, как говорится, налицо. Пока Штаты заключают договор с фиктивной компанией Delta Crescent Energy в области добычи и реализации краденой сирийской нефти, о чем заявляли представители межведомственных координационных штабов РФ и САР. Связанные с США группировки торгуют оставшимся сырьем со своими злейшими врагами. И курдским боевикам, и Турции, и США следовало бы помнить, что полезные ископаемые недр Сирии принадлежат только сирийскому народу. Однако все эти многочисленные дельцы пытаются нажиться на войне и спонсируют разгул бандитизма на деньги, полученные от разграбления сирийских богатств. И именно поэтому справедливы слова России, которая назвала кражу нефти в Сирии международным государственным бандитизмом. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира. Субтитры создавал DimaTorzok